всем привет подписчики а также просто случайные люди которые попали на мои видео я нахожусь в городе калининград это один из самых больших районов новостроек микрорайон восток такие улицы как кутаиская оксакова переулок флотский улица рихарда зорге также многочисленные маленькие переулочки все эти дома были построены одним единственным застройщиком это мегаполис звучное название но это крупнейший калининградский застройщик который построил несколько десятков жилых домов вы не только жилых домов то есть он причастен к строительству социальных объектов вот это маленькое видео я по делам катались в этом районе и решил снять такой мини обзор по данному району для кого-то будет это актуально потому что здесь много новостроек кто-то здесь наверняка хотел бы а может быть даже уже приобрел купил квартиру тут рассмотрю такой вариант тут рассматривает вариант переезда в калининград и в принципе изучает районы города можете кстати под видео задавать вопросы я отвечу то что знаю то что могу ответить я сейчас нахожусь на переулке флотский это самый длинный дом в городе калининград самый длинный 16-этажный дом по-моему там около 10 подъездов а рядом с ним находится самый большой дом там около 900 квартир и больше 10 подъездов какое количество точно не могу сказать вот это застройщик мегаполис и он решил создать прям конце калининграда непосредственно мегаполис вот да ближе ближе к центру и ближе к московскому проспекту дома более низкие они 9 10 редко 16 этажные и этот район граничит сбоку с частным сектором там район дач таких приличных дач вот по сути это поле и буквально там три-четыре года назад это было никак не используемая территория это было поле которое массово застроил один застройщик с этим могу сейчас проехаться по одному из дворов и снять видос как это выглядит то есть я поднимаю сейчас на стилобат поднялся наверх вот такой вот двор то есть это такой первый но уже как уровень второго от уровня земли этаж такие здесь входные группы достаточно все симпатично приятно большие указатели сейчас я проеду сквозь этот двор и спущусь вниз выйду с территории двора из территории дома есть восемь подъездов восьмой подъезд это квартиры по 286 идут это не очень большой дом мегаполиса есть гораздо больше дома и вот там уже впереди это уже конец географии там уже двухуровневая парковка и там частный сектор район дач так еду дальше еду вперед улица виктора денисова это все новые улицы которые были построены диапазон времени порядка семи лет первые дома строились другим застройщиком в этом месте это был застройщик макрострой и по адресу риха и рихарда зорге первые дома там сдавались потом сюда на площадку пришел в мегаполис мне кажется вот за три года было построено несколько десятков объектов несколько десятков домов он такой монополист этого места кому-то это место нравится кому-то заходят кому-то не очень заходят однозначно здесь есть и положительные стороны и есть немало проблем немало проблем связаны с тем что немножко не хватает здесь инфраструктуры немножко не хватает здесь садиков магазинов школ и так далее все таки это городская окраина это по факту могли бы быть могло бы быть дачами здесь вот я доехал до конца улицы виктора денисова и хочу приблизить и показать вот здесь дачные товарищества стоят дачки слева стоят высотные многоэтажные десятиэтажные дома по моим ощущениям данный район чем-то напоминает сельму только такую приличную сельму однородную здесь нету старых домов здесь все свежее все однотипное все похожее даже одинаковая раскраска фасадов зданий не буду сильно ругать застройщика но вот при участии застройщика были построены социальные объекты был построен данный детский сад большой детский сад а там впереди сейчас прямо поеду поверну направо и сниму одну из самых крупных и самых больших школ в городе и в регионе школа на две с лишним тысячи мест здесь по моему учатся в три смены дети огромная трехэтажная школа красивая современная интересная архитектура здания в общем застройщик молодец здесь есть базовые магазины сюда не пускает кстати викторию и семью здесь есть магазины продуктовые брусничка по моему называется это от мегаполиса ну и по обилию по количеству детей которые переходят дороги которые гуляют катаются на самокатах можно понять что район где очень много молодых молодые семьи мамочки с колясками так далее проезжаю прямо вот кстати на первом этаже здесь много таких магазинов представители маленького бизнеса адвокат бюро путешествий торты пиво на разлив а тут справа магазин продуктовый от компании мегаполис брусничка тот самый который вместо всем известных спаров и виктории здесь сделали ну и по моим ощущениям могу сказать что застройщик сэкономил на дорогах дороги узкие здесь и сэкономил на парковках парковки не хватает для всех жителей данного района хотя вот здесь вот именно вот эту локацию где я еду здесь даже есть велодорожки молодцы сделали велодорожки но сейчас день дневное время сейчас 14.40 многие люди большинство людей либо занимаются своими делами либо они на работе машин мало людей мало в принципе достаточно просторно чувствуется простор относительно свободно здесь кстати при участии застройщика спроектирована и построена церковь так доеду до незнакомой мне локации там идет стройка я не знаю наверное это также мегаполис застраивает данную территорию но точно не могу сказать сходу предположу что мегаполис чувствуется его рука и вряд ли кто-то бы здесь еще на эту площадку бы так но могу сказать проехав данную локацию это не самое удобное место в масштабах данного района все таки он этот пятачок находится на удалении и достаточно далеко от московского проспекта но с другой стороны здесь имеется выезд может быть он еще до конца ремонт дорога не построена но выезд на дорогу которую связывают улицу Гагарина и новый стадион здесь будет вот тут слева просто район частных домов деревню деревня потом дачи большая красивая церковь слева даже это несколько зданий церкви и впереди уже высотки ну такие высотки 12, 14, 16 и 10 этажей здесь широкая дорога плюс велодорожка молодцы что сделали велодорожку там проезд закрыт и такая полугрунтовая дорожка тропинка в частный сектор а в начале этого района все что в сторону улицы Рихарда Зорге и в сторону московского проспекта там встречаются старые ну 80-90 годов вот такие панельные блочные дома зачастую пропускает, не пропускает так заехал в один из дворов это Денисова 10 поднимусь наверх прокачусь по территории двора можно направо и налево повернуть подъезд номер 7 подъезд номер 7 квартиры по 268 это один дом и такой же дом слева тоже здесь наверное подъездов 5, 6, а то и 7 то есть на этот пятачок здесь построены 2 дома общее количество 1000 квартир ой 1500 квартир я думаю что здесь живет больше 1000 человек в среднем 2-3 человека живет в каждой квартире и таких домов несколько десятков то есть по сути это микрогород в большом городе Калининград и население этого района я думаю что превышает население города Светлогорск и Зеленоградск от знакомых которые обитают здесь которые проживают слышу что большие проблемы с парковкой не могут люди автомобиль поставить свой особенно в вечернее время ну в принципе это беда очень многих современных районов Калининграда и Сельмы и беда Балтийского района беда улицы Артиллерийской так доезжаю до перекрестка повернусь сейчас направо и проеду по улице Аксакова в сторону старых домов как старых не новостроек здесь есть новостройки а также здесь немножко вперемешку старые панельные здания восьмисятых девяностых годов все достаточно чистенькое достаточно светленькое но не хватает какой-то изюминки в этой локации не хватает какой-то красоты так вот здесь магазин Спар но его не пустили не разрешили сделать на первом этаже жилого здания и поэтому Спар построил свой отдельный торговый центр магазин Спар плюс бытовые помещения на первом этаже так сверну на главную дорогу ну по главной дороге вернее проеду в сторону Московского проспекта и поснимаю улицу Рихарда Зорги тут вот панелька какие-то беляши автозапчасти все ларьки и впереди несколько десятиэтажных зданий так это уже не мегаполис построил а построил макрострой чувствуется что это более такой старый район здесь высокие деревья здесь узкая дорога эта узкая дорога была просто сейчас мало проезжая и сейчас она очень активная здесь даже пробки создаются периодически так еду прямо слева магазин большой магазин Гиант Гиант 2 справа тоже череда магазинов и этот район примечателен тем что здесь практически все автосалоны Калининграда представлены есть и Киа есть и Мерседес есть BMW то есть если тебе нужна машина приезжай в конец Московского проспекта и покупай себе смело практически все автосалоны будут тут так едем дальше выехали на Московский проспект в принципе конец обзора района но немножко поснимаю главную транспортную артерию которую связывают улица улица Аксакова и близлежащие с центра города такая трехполосная три полосы в каждую сторону шестиполосная дорога если нет пробок перемещаться здесь комфортно и удобно пробки создаются в утреннее время и вечернее время сейчас день достаточно пустая дорога всевозможные бизнес-центры магазины гранит киа моторс магазины какие-то маленькие розничные предприятия оттокар сервис по той стороне автосалон субару там автомойки авторемонты и поднимаемся на мост это мост который под которым проложили новую трассу которая связывает этот район города с островом где построили стадион данный мост построили и реконструировали к чемпионату мира здесь нету здесь не пересекаются два потока автомобилей здесь нет пробок соответственно и вообще московский проспект очень неплохо облагородили он стал более удобным функциональным центр монро с неоднозначной репутацией заведения в общем еду в сторону центра спасибо за просмотр задавайте вопросы если у кого какие-то будут недопонимания или кому-то что-то нужно будет подсказать и буду благодарен за подписку на канал потому что периодически катаюсь и что-то снимаю интересное в городе может быть кто не живет в Калининграде но интересуется районами города покупкой недвижимости для кого-то будет это актуально как вы это будет либо